Представьтесь, пожалуйста, какой ваш позывной? Позывной мой Волк. Расскажите о вашем боевом пути. Давно ли служите? Служу с 2014 года. Начинал с 1 Славянской. Прошел освобождение Старобешево. Был в Дебальцево, в аэропорту, в Левогорск. Военный путь прошел хороший. Откуда вы родом? В Сами Донецке. А у вас был какой-то военный опыт или просто какая-то мирная профессия до войны? До войны работал. Обычной мирной профессией. Строил Донецкий аэропорт перед Евро-2012. Строил дороги по всей Украине. Также строили именно на Западной Украине, когда они потоп у них был, в Ивано-Франковской области. Во Львове аэропорт делал, в Харькове. Так что, военная специальность у меня, ну разве что только с вооруженных силах СССР, опыт и всего. То есть армейская служба осталась? Да, армейская, просто обычная военная армейская служба. А что вас побудило пойти в ополчение? В ополчение? Ну, если сказать честно, наши деды не добили фашистов. И неохота, чтобы эти фашисты пришли сюда. Это одно. Во-вторых, когда они начали бомбить города, такие как Донецк, Славянск, самолетов, вертолетов. И когда гибли мирные люди, дети, старики, женщины. Это было у меня на глазах, когда разрывало на остановках, в автобусах. Ну, тяжело на это смотреть, сами понимаете. Любой здравомысленный мужчина, у которого есть семья и ценит свою семью. Он пошел в ополчение, служит в ополчении. Ну, не считая тех мужчин, которые, как говорится, уехали и кричали, что у нас же семья. Как будто у меня семьи нет. У меня тоже есть семья, у меня есть родные. А как семья отнеслась к вашему решению вступить в ополчение? Ну, поначалу рвались, конечно, это самое. Потому что в каждой семье, как говорится, тяжело терять родных, близких. Ну, как говорится, если не мы, а кто-то, да. А ждать, когда они придут и начнут вырезать, издеваться, так как много знаю и по 2014 году, по 2015 году на тех районах. Да даже и сейчас он сколько рассказывается и пишется в интернете, как они вот издеваются над мирными жителями, сколько людей пропадает, сколько девушек красивых, вот начинает, 13 до 25 лет, сколько девчонок поправо-падало. Где они все? И вот неохота, чтобы это случилось здесь, у нас. За все время службы что вам запомнилось? Да я даже так и не знаю, что сказать. Запоминаются каждые моменты, каждые, как говорится, люди запоминаются. Но людей очень хороших... Тяжело, конечно, терять бойцов, молодых бойцов, молодых парней, у которых тоже семьи остались, а дети маленькие. Война есть война, это понятно. Вот сейчас очередная попытка Майдана в Киеве. Как вы думаете, это как-то отразится на ситуации в Донбассе? Ну, думаю, что с этой власти, которая пришла таким путем, чтобы сейчас отвлечь там, на Майдане, националистов и всяких этих отребя, как говорится, им легче здесь развязать боевые действия, усилить боевые действия, если можно так сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы все это быстрее закончилось, чтобы они оставили наши, как говорится, даже наши областя, и мы их сюда не звали. Какие-то приветы, пожелания хотите передать? Ну, всем, кто меня знает, кто меня помнит, родным, близким, знакомым, друзьям по оружию, большой привет. Привет, ребята, будем жить, работаем.